У них у всех есть нечто общее, они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, гость программы сегодня Андрей Власов, генеральный директор Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза. Здравствуйте. В эфире «Бизнес по существу». Сначала блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Структурированность. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Ни за кого. Запрещено? Нет, я люблю сам процесс. Есть любимая книга о бизнесе? Да, скорее это учебники о бизнесе. Хороший учебник дорогого стоит. А любимый фильм о спорте? Такого нет. Деньги любите? Нельзя говорить, что я их не люблю или люблю, они необходимость. С этим я мирюсь. Работать, вести бизнес с друзьями можно, нельзя? Нет. Однозначно. Однозначно. Кем хотели стать в детстве? Врачом. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Умеете признавать ошибки и извиняться? Можете описать вашу жизнь пятью словами? Очень сложный вопрос. А меньшим можно? Можно. Одним? Да. Успех? Теперь по существу. Я благодарю вас, что вы согласились прийти и пришли. Я думаю, что тема футбола сейчас такая не очень лицеприятная. И поэтому я все равно спрошу, хотя у нас с вами тема немножечко более глобальная, чем достижение нашей сборной. Почему у нас такой результат? Вы имеете в виду, почему мы все-таки вылетели на групповом этапе? Да. Почему так рано вылетели? И как говорят профессионалы, слабые группы. Ну, я не знаю профессионалов, которые говорят, что это слабая группа. Я бы хотел на них посмотреть, сразу говорю. Во-первых, на чемпионате Европы не бывает слабых соперников. Во-вторых, это была самая ровная группа и отсюда самая непредсказуемая. Кто бы сказал после первой игры наших с чехами, что выйдут чехи в следующий круг? Начнем с этого. Поэтому те профессионалы, которые утверждают, что у нас была самая слабая группа, как минимум ошибаются. Как максимум я бы сомнился в их профессионализме. Да. То, что касается нашего результата, на мой взгляд, необходимо дополнительно анализировать ситуацию, просматривать. Надо знать внутренний климат в команде, надо понимать, какие задачи ставились на каждую игру, каждому игроку со стороны главного тренера. Сейчас, наверное, принято бросать стрелы в главного тренера, в капитана команды. Я могу сказать одно, что результат таков, каков он есть. Он не самый плохой, не самый хороший. Везде и всегда есть победители, проигравшие. А почему? А причина системная или случайная? Я думаю, что системная. То есть результат был предсказуем, если это системная причина? Результат был предсказуем, потому что принципиально же, если положить руку на сердце, никто из специалистов не брался жестко сказать, что наши дойдут даже до 1-2 финала. В РФС предусмотрена система штрафов за то, как игра сыграна. Вы имеете в виду систему штрафов к игрокам команды или к административному составу и к аппарату Российского Футбольного Союза? Ко всем. Как правило, таких штрафов нет к игрокам точно. Они лишаются просто премиальных. Со стороны аппарата та же ситуация. Со стороны администрации команды они в команде. И они подписали примерно те же самые условия премиальных, что и команда. Поэтому система штрафа не предусмотрена. Я почему спросила? Все-таки если мы с вами говорим о спорте и бизнесе, говорим о деятельности Академии тренерского мастерства, сейчас мы к этому перейдем, то мы рассматриваем все равно футбол как некую бизнес-единицу. Правильно? Есть кадры, есть издержки, есть результаты, прибыль. У меня вопрос. Если нет системы штрафов, то как оценивается вообще эффективность этого предприятия? Вы касаетесь сложного предприятия, такого как Российский Футбольный Союз, начнем с того, что это общественная организация. И действительно самая большая проблема любой общественной организации, особенно спортивной, это система оценки эффективности ее деятельности. Капитализация в данном случае не является оценкой эффективности деятельности, Российского Футбольного Союза. Вот если бы мы выиграли, вы бы сказали, что это является оценкой деятельности? Да. А почему не выиграли, не является оценкой? Мы же сейчас разговаривали о системе штрафов, а не о победе или поражении. Но система штрафов привязана к победе или к поражению. Не факт, это дополнительный стимул, дополнительная мотивация, но не она главная. Вы знаете, что в психологии управления деньги, единственный фактор, который сидит внутри человека, он не интерпретируется. Мотивация деньгами, она никак не интерпретируется. С одной стороны, это самый легкий мотиватор, с другой стороны, это самый тяжелый мотиватор. Потому что денег никогда не бывает достаточно человеку, и в этом его сложность. Да, и это самое простое, да, ему денег он сработает. Но давайте посмотрим правде в лицо, давайте нам заплатим по миллиону долларов, и мы выйдем на поле, и будем играть с теми же греками, с чехами. Вы уверены, что мы сыграем лучше? Я не уверена, потому что это не моя работа. Мне за это не платят. Значит, наверное, не в деньгах в данной ситуации счастье, и не они мотивируют игроков к достижению, или любого спортсмена к достижению какой-то цели. Смотрите, вы приводите пример, если я выйду на поле. Если, к примеру, я, как производитель телевизионной программы, говорю о деятельности нашей сборной, некорректные, неверные вещи, меня, мой руководитель, за это оштрафует, потому что я допустила ошибку. Следовательно, сборная, которая играет плохо, она тоже должна быть как-то наказана. Давайте мы тогда коснемся оценки. Кто оценивает игру сборной как плохо? А вы считаете, вылет на первом этапе – это хорошо? Я считаю, что это результат. Мы же все оцениваем на эмоциях игру сборной. Мы вылетели, и это плохо. Давайте мы вернемся на два матча назад, игру с чехами рассмотрим, или игру с итальянцами товарищескую. Тогда, по-моему, все было хорошо, и тогда, следуя системе штрафов и системе премиальных, наверное, мы должны были тогда дать за эту игру людям дополнительные премиальные. Это риторический вопрос, он не требует ответа. Здесь тогда мы можем бесконечно говорить о том, что если мы выиграли, мы молодцы, если не выиграли, так получилось. Ну, я вам могу сказать еще одну крамольную вещь. Когда мы заняли третье место на чемпионате Европы 2008 года, то среди ряда специалистов, я не буду их называть, до этого чемпионата Европы, во время подготовки к Евро 2012 года, витало и витает мнение, что та победа явилась причиной нашего неуспеха сегодня. Потому что, победив там, по сути, сыграв две игры со шведами, одну игру со шведами, одну игру с голландцами, феерическая игра с голландцами, по сути, и со шведами трудовой выигрыш, трудовая победа, привели руководство Российского футбольного союза, руководства спорта, всего, в общем, привело к самуспокойности этих людей, что у нас и так все хорошо. В итоге на это Евро выехала команда, которая играла в 2008 году. Ну вот я думаю, мы с вами можем перейти к непосредственному обсуждению Академии. Создана в октябре 2011 года. Зачем? Требование УЕФА. Что это дает? Обеспечивает, гарантирует? Да. История вопроса такова, что в конце 80-х, начало 90-х прошлого века УЕФА, специалисты УЕФА, тренеры, в частности, и техническая дирекция УЕФА ответственная за развитие футбола, за развитие игры, и за развитие образования тренеров, и специалистов футбола, и от футбола, увидели, что в странах-членах УЕФА, в 53-х членах УЕФА, существует своя система образования в каждой из этих стран. И в итоге нет единого критерия ни оценки мастерства специалиста, ни единой базовой платформы знаний, которыми он должен обладать, работая в этой сфере. И началась разработка этих критериев, которая заняла достаточно длительное время, около 10 лет. Скажем так, что... То есть это некая унификация? Это некая унификация по минимальным требованиям к специалистам, к уровню знаний специалистов. Помимо того, что это требование УЕФА, и мы должны им следовать, для российского футбола это будет означать некий следующий этап развития? Или... Безусловно, это следующий этап развития. Это очень сложный этап развития. В лихие 90-е, я считаю, мы потеряли наш интеллектуальный потенциал. В принципе, на сегодняшний день, по мнению международных специалистов, мы так и застряли в 90-х. В плане, я имею в виду, не только тренеров футбольных, но и вообще в плане тренерского образования в разных видах спорта. И это показывает тенденция приглашения иностранных тренеров в наш спорт. Активная тенденция. Да, причем это не только в футболе. Везде. Это везде. Причем это как на одном из таких больших, так скажем, совещаний, касающихся развития российского футбола, я не буду называть, ни органы, которые... Да, это совещание проходило. Не лиц, которые это обсуждали, но когда-то мы пытались защитить наш отечественный автопром от атаки извне, пусть поддержанных, но иностранных машин. Сегодняшний наш тренерский цех выглядит так же, что пытаются работодатели в спорте притащить пусть поддержанную, но иномарку сюда. Хорошо. Работодатели, приглашая иностранных специалистов, у них нет выбора? Или иностранные специалисты на порядок выше по квалификации? В том числе и парадокс, что про поддержанные иномарки, не все поддержанные иномарки были все-таки лучше отечественных машин. Здесь такая же ситуация. Не все приглашенные тренеры, далеко не все приглашенные тренеры лучше отечественных специалистов. далеко я не говорю что наши специалисты лучшие в мире но и не худшие но тренером российской сборной у нас был голландец тренер сборной команды это человек который должен соответствовать очень большому я бы сказал огромному количеству факторов должен удовлетворять самых мелких и на сегодняшний момент или на момент приглашения иностранного тренера это был реально выход приглашения иностранного тренера если поговорить о непосредственной работе академии как она выглядит то есть если это обязательный обязательное требование получается что все тренеры работающие на профессиональном уровне футболе обязаны прийти к вам на обучение но я правильно понимаю что обучение коммерческое тогда возникает вопрос я не хочу платить но я обязан есть такое нет вы не хотите платить вы не обязаны учиться единственная проблема вы не сможете работать тренером причем проблема очень просто решается вы не сможете выполнять обязанности тренера на официальных мероприятиях таких как официальные матчи под эгидой российского футбольного союза то есть я не смогу работать тренером ну я еще раз говорю да не хотелось бы давать совет кому бы то ни было но если вы не хотите учиться новый классный специалист и работодатель считает что это необходимо сделать да вас оставлять команде как тренера есть как минимум два варианта два выхода первым за вас платит его идете учиться что в принципе происходит платят клубы аналогично да это логично либо он нанимает специалиста который будет прикрывать требования официальное нормативное требование и оригинальный способ закрывается да к сожалению точнее к счастью в нашей стране пока таких вещей нет но в европе это уже существует работает один а нормативным требованием соответствует другой а почему не хотят учиться есть еще такая проблема что тренеры не хотят учиться вот я так понимаю что в этом году у вас первый сезон обучения по в рамках академии да я вам могу сказать что по нашим специалистам да люди не хотели учиться не хотели это очень важно прошедшее время данной ситуации очень важно потому что не верили потому что опять же общаясь в закрытых компаниях достаточно высокопоставленных чиновников задавая вопрос почему вы так относитесь к людям от науки от образования был получен весьма жесткий ответ что в те там восьмидесятые когда я получал свое образование советское время его получал своей спиной своим хребтом и получил пусть там средне техническое образование но я его получил а все что я имею сегодня с 2004 года высшее одно образование ученую степень с другой стороны я все купил как вы хотите чтобы я после этого относился к образованию россии и к российским специалистам которые мне это продали в этой сфере и и тренер отсюда идя на обучение в академию считали что им придется потратить время и деньги та необходимость осознанная необходимость для получения этой самой корочки и придется проспать там 240 часов программа рассчитана разных курсах но тем не менее там от 120 до 240 часов просто проспать дабы получить эту корочку на сегодняшний день я могу сказать через полгода активного процесса обучения но я не без горды скажу что сегодня с утра я был на курсах которые были организованы мозгом спортом но пригласили наших специалистов по футболу читать лекции людей приходилось отсекать было объявлено что будут специалисты из академии тренерского мастерства читать лекции обычно набирались группы как мне сказали в два в три раза меньше а сейчас поток заявлений желающих послушать наших специалистов вот в академии он ощутим и проблема даже не в том что мы так прекрасно читаем лекции или так много знаем и что-то несём мы учим о том чему учите кто учит после перерыва вы смотрите бизнес по существу гость программы сегодня андрей власов генеральный директор академии тренерского мастерства российского футбольного союза и так кто учит и чему учите кто преподаватели сначала самый сложный вопрос на сегодняшний день мы в поиске где ищите в россии или за рубежом мы ищем и в россии и за рубежом у нас достаточно жесткая критика идет со стороны оппонентов нас критикуют наши оппоненты за того что у нас достаточно серьезное внимание мы уделяем иностранным специалистам которые учат наших тренеров и также учат наших инструкторов нашей академии андреевич можно секунду вас перебью вот на этом моменте я так понимаю что вы ведь ищете тренеров иностранных ну я скажу так немножко грубо не от хорошей жизни потому что наверное они качественнее ну наверное так в большинстве своем они дороже очень сложный вопрос мы ищем иностранных тренеров не от хорошей жизни и не только и не столько потому что они качественнее или там больше знают они знают не больше так а почему тогда они знают абсолютно не больше но здесь вопрос не количество знаний а их качество это очень важный момент у нас да у нас к сожалению на сегодняшний день видимо критическая масса количества знаний у тренеров и умение пользоваться переход этого количества в качество мы пока в пути и этот путь он у нас достаточно длинный и тернистый и зачастую мы идем как слепые котята наши тренеры хорошо тренеры есть и российские и иностранные я имею до преподавателя до преподаватель есть и иностранцы и россияне россиян берете охотно и очень сомнительно нет большим удовольствием если человек заинтересован он сам предлагает свою кандидатуру или вы ищете на рынке я еще на рынке он может сам предложить кандидатуру я любой источник то есть открыты я открыт приходите давайте разговаривать самая большая проблема наших тренеров в том что те знания которые они получили в институтах физкультуры где-то на курсах повышения квалификации они с трудом перекладывают на практику футбола вот это же пересекается опять же с результатами выступления тех или иных сборных тех или иных команд если у нас неважно там сборной либо российский клуб показывать не самые приятные для болельщиков результаты скажем так а значит что-то не то в подготовке тех спортсменов которые играют скорее всего мы не так готовим тех кто с ними работает в чем здесь проблема да проблема системная знаете был вопрос задан однажды мне вам даже с вашей стороны центральная фигура в спорте кто все же отвечают спортсмен и мы сконцентрировались изначально на спортсмене мы спортсменов бухи ваем деньги в любом виде спорта футбол просто это квитнесенция всего просто это самое дорогое но любой спортсмен у нас на сегодняшний день не самый мало обеспеченный человек в любом виде спорта обучение в академии позволит нам повысить уровень тренеров и это будет некой гарантией роста эффективности результата или нет да это будет гарантия роста эффективности задача самое главное на мой взгляд в этой работе с тренерами сделать наших тренеров самым достаточным и уверенными в себе специалистами потому что сегодня он во всем мире такая ситуация с тренерами да тренер это человек который ходит по лезвую бритву он может быть после каждого матча либо его могут носить на руках либо его могут съесть со всеми его так скажем положительными как говорится если вы выиграли ну хорошо молодцы а если так и надо вы естественно вы должны были выиграть а если не выиграли ах вы не выиграли за что вам деньги платят до касаясь тренера сборной это вообще отдельная история потому что тренер сборной получает спортсменов которые готовятся в других клубах в других командах у других тренеров хорошо вы как генеральный директор академии какую цель ставите перед собой ну к примеру на ближайший год три я бы даже сказал на 5 потому что три года я считаю да на сегодняшний день нам необходима новая генерация тренеров думающих по-новому желающих необходимо где мы их будем брать так у нас достаточно число тренеров у нас есть вузы у нас 13 специализированных вузов физкультурных среда академии таких как кругов в москве есть люди есть их надо научить быть профессионалами до конца что такое настоящий профессионал это человек который принимает решение и несет за это решение ответственность основные трудности с которыми вы сталкиваетесь сегодня при работе неприятие нашими специалистами нашими же тренерами до новых методик обучения в первую очередь например меня обвиняют что я там принял про голландский путь развитие образования футболе да и взглядов на футбол и так далее вот это самая главная причина не причина самая главная сложность его действия да и сложность когда люди приходят изначально они настроены категорически против но приходит они потому что вынуждены прийти кто-то приходит потому что вынужден прийти сейчас ситуация поменялась кстати говоря да значительно поменялась и всего за полгода сейчас приходит даже оппоненты приходится интересом посмотреть может быть действительно что то есть потому что волна положительных реакций пошла когда мы увидим результат обучение лет лет а три года мне надо только на то чтобы поменять и нарастить новую генерацию тренер два года им надо поработать хотя бы чтобы дать результат три года это моя работа и два года их долго нам ждать придется вы знаете мы разваливали всю систему в течение 15 вы хотите чтобы я за год ее заново поднял причем кризис системный не только в футболе и в образовании футбольных тренеров он кризис системный в высшем образовании пусть вузы сначала начнут выпускать выпускников соответствующих минимальным требованиям вида деятельности самая проблема наших тренеров еще в одном большая она и у всех и у зарубежных тоже и кстати это самая большая проблема иностранного тренера здесь это донести до смартсмена то что ты хочешь до него донести как он должен играть как он должен себя вести как он должен взаимодействовать с партнером как он должен противодействовать сопернику других команд у других стран тоже есть такая проблема на общее безусловно на общее безусловно на общее. Просто один тренер топовый владеет этой методикой и спокойно. Вы этим методикам тоже обучаете? Да. И в этом вся проблема, что мы учим людей... Я еще раз говорю, мы не даем каких-то необыкновенных знаний. Начнем с того, что универсальных знаний нет. Скажи, в чем ценность вашего образования? В том, что мы учим людей доносить их знания до исполнителя. То есть то, что он знает, наш тренер должен переложить все-таки на футбольное поле и на игрока. Два последних вопроса. Вам было обидно, когда сборная проиграла? Очень. И последний вопрос. Интервью кого из бизнесменов с удовольствием посмотрели или прочитали бы? Я бы, наверное, хотел посмотреть интервью господина Керимова, президента футбольного клуба Анжи. Потому что взгляд господина Керимова на развитие футбола очень любопытен, так как этот человек полтора года занимающийся футболом и достаточно длительное время занимавшийся бизнесом. И его приход в футбол был достаточно неожиданен с одной стороны и достаточно успешен с другой. Хотелось бы услышать ответы на вопросы с его стороны, как он видит дальнейшее развитие. Спасибо большое, что нашли время и пришли. Спасибо вам. Гостем программы сегодня был Андрей Власов, генеральный директор Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза. Пересмотреть, перечитать его интервью можно на нашем сайте www.posocial.ru Удачи вам и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин